всем привет дорогие подписчики зрители канала с вами локи мы возвращаемся в карьеру джека ханта fifa 23 как я и говорил карьерки которые у нас были возвращаются на канал поскольку с карьерой алекса хантера возникли небольшие трудности восстанавливаю я пока пройденный нами контент как он вернется я думаю будем просто чередовать уже карьеры на канале ну а пока ребят вспоминаем что у нас тут было мы перешли с вами манчестер сити стартовали сезон пока не все не шатка не валка так скажем не всегда получается только лишь выигрывать плюс мы сменили позицию играем правого форварда ну и у нас матчи за сборную где нам также нужно возвращать доверие нашего главного тренера не знаю выпустит у нас сегодня хотя бы на замену минут на 15 или нет посмотрим ну а вы поддержите все это дело ребята своим лайком давайте наберем побольше лайков больше 1000 лайков слабо ребят и также если новенький не забывайте подписываться на канал и залетать наш телеграм там уведомления о сериях новости в общем все под рукой вы всегда будете в курсе каких-то изменений на канале в телеграме но и также можете заглянуть на мой второй канал с прохождениями название фандом лига ссылочка также есть закрепленном комментарии всем буду рад давайте отправляться на игру против сборной швеции и посмотрим выпустят ли нас сегодня да мы выходим играть на 62 минуте когда наша команда побеждает 20 чтобы вернуть доверие тренера им нам нужно ребята показать себя на футбольном поле так как мы умеем точность навесов добиться соотношение голов к ударам минимум 50 процентов и получить оценку не ниже шести с половиной ну вот что что если в клубах у нас карьере хантера вроде бы все неплохо им то вот именно в сборной в этой карьере у нас как-то все постоянно получается не очень здорово а мы сейчас шведы в атаке но здорово здесь накрыли передача на хантера одного раскачал играет дальше на партнера можно ответный пас сделать хантер удар вратарь вытащил и снова хантер снова его попытка удара им скидка момент рикошеты угловой и вот отсюда в дальний и снова вратарь ну как ты как ты это делаешь хантер и вот отсюда мощнейший выстрел вот так вот нужно забивать отличный гол 71 минута и джеки бой хант классно укладывает в дальний угол посмотрите 125 километров в час никаких шансов у вратаря ну попробовали так пробить попробовали сяк пробить а нужно было просто от души вколотить эту пушку ворота 3-0 атака сборной швеции удар по воротам но там спокоен наш голкипер рейтинг 8 и 0 76 минута прошла атака но наш голкипер снова в порядке но не очень сильные удары получаются такое чувство что шведы сами не верят в эти моменты и еще один удар по воротам хорошо что там не было рикошета классный перевод мяча на хантера хантер сохранил мяч поле и просто в буфет убрал соперника аккуратная подача скидка но нет мяч на дальнюю не пошел на фила фода на там кажется травма кто-то лежит в штрафной и снова хантер но здесь уже знаете как в дворовом футболе рядом с голкипером лежал защитник в итоге он ему и помешал и хантер просто и от души вколотил мяч думаю болельщики не будут рады таким действием арбитра я имею ввиду конечно болельщиков сборной швеции но хантер говорит ребят лайк поставьте гол то я забил классно принял на грудь здесь снова упал еще один игрок ну а дальше просто им нужно было забить дубль дубль хантера после выхода на замену и довольно неплохо мы себя показываем рейтинг 8 и 7 и да как раз показывает что у футболиста сборной швеции травма здорово им и пас на хантера классно и хантер по флангу уходит от двоих хантер как в былые времена убирает защитника хантер бьет и оформляет хэд-трик ребята хэд-трик хантера вот это красиво в буфет сегодня отправил половину сборной швеции ну и здесь микроконтроль и хороший выстрел с левой в дальний ну и кто-то наверняка напишет вот он настоящий хантер ребята настоящий охотник передача на хантера и можно на дальнюю навешивать это красотище ребята это просто красотища вы видели по какой траектории хантер сделал эту передачу просто великолепно буквально перед носом вратаря мяч пролетал но он решил не выходить ну а дальше хорошо нам знакомый игрок по карьере шальки 04 в прошлой части фифы делап ребята забивает на 90 еще и голевую передачу хантер оформляет но сегодня его выход конечно я думаю порадовал болельщиков это было очень здорово я надеюсь что в рейтинг с тренером тоже прибавится ну и осталось буквально пять секунд все победа 6-0 мы возвращаемся друзья в наш клуб у нас игра против флифс юнайтед у которых 5 очков у нас 17 но мы пока вторые как мы видим челси лидирует у них 7 матчей 7 побед забили конечно поменьше нашего но и пропустили чуть меньше давайте смотреть на стартовые составы вот так вот они выглядят сегодня мы снова с подданом и холландом в общем все те же ребята которые и были поехали казалось бы когда мы пришли в манчестер сити это была именно та команда которая будет громить всех крупно в каждом матче несмотря в общем на соперника но даже с этим составом ребята находятся команды которые готовы давать бой нам нужно забить два гола или отдать две голевые достигнуть командного владения мечом минимум 60 процентов и получить оценку не ниже 9 но 9 мы можем получить только если действительно будем сегодня забивать и как говорится отдавать ли с юнайтед это та команда которая может как крупно проиграть так и крупно выиграть причем что у любого соперника вот сейчас они довольно активно идут в атаку и отбиваются пока наши защитники эрлинг холланд не смог момент удар и спокоен спокоен эдерсон здорово фрэнки де ёнг холланд ну холланд надо было одним касанием вот холланд почему-то когда мы пришли в состав начал играть медленнее чем обычно он играет против нас вот эти вот вторые касания лишние здесь нужно было резко сразу в центр я вообще ждал передачу сразу же от фрэнки де ёнга я здесь нарушение правил и 1 штрафной 17 минута подача есть отбились вот так вот одним касанием чуть-чуть долго ожидал я что холланд сделает передачу побыстрее а вот тут мы уже не вкатили между двух защитников хороший был момент и снова снова лиц united быстрая контратака без центра поля идет игра что одни что другие очень быстро доставляют мяч момент и снова эдерсон еще момент и снова эдерсон вот это уже третий такой по-настоящему опасный удар параллельно идет довольно много матчей где-то тоже ничья как и у нас где-то минимальные пока победы 1-0-0-1 это хантер шведкой классно приложился будет угловой нет здесь успевает соперник ливерпуль забил арсеналу передача здорово холланд но наконец-таки наша голевая передача и гол эрлинга холланда то что было нужно надеюсь нас не поменяет ему вырезали эту передачу и холланд расчехлил свою левую не оставив шансов вратарю классная передача классные удары классный сей все было в этой атаке сделано здорово ну что хантер это твой выход нужно просто бежать хантер а хантер не попадает да как так то целый угол был открыт хантер просто резанул рядом со штангой а вот за эти моменты соперник наказывает здесь пытался вынести защитник срезал мяч каркас ворота от него футбольный снаряд отскочил точнёхонько на голову нападающему лиц юнайтед это ребята закон футбола не забиваешь ты забивают тебе еще одна хорошая атака хантер забить хантер исправляется ребята он не отдает победу лиц юнайтед не получилось прошлой атаки зато получилось сейчас и бегут праздновать все и запасные и тренерский штаб и даже как мы видим эдерсон празднует так как будто он забил финальный гол на чемпионате мира но здесь было все здорово не успели накрыть защитники я думал честно придется смещаться вот здесь к центру но последний защитник решил исполнить роль столба это седьмой гол хантера в семи играх это восемьдесят седьмая минута им не двойная замена у нашей команды но к сожалению рейтинг 9 то мы с вами не набираем снова раскачивает он оборону передача эрлинг холланд хантер еще один удар вытаскивает вратарь ну вот нам надо чуть-чуть еще сыграться с холландом чтобы порезче были эти передачи ну а так холланд и хантер приносят команде победу 21 и чтобы ребят вы понимали по ударам было семь семь но сейчас нас с вами ждет лига чемпионов игра против генка они идут кстати говоря на первом месте потому что пропустили на один гол меньше нашего атак у нас после двух марчей четыре очка и сейчас как раз у нас зеркальные встречи мы встречаемся с ними два раза подряд вот стартовые составы и ребят поехали мы приехали в гости это третий тур группового этапа лиги чемпионов хантер пришел сегодня ну а точнее не сегодня в этом сезоне в манчестер сити для того чтобы выиграть все кубки которые мы только сможем это его главная задача прийти помочь команде потому как мы уходили из мадридского реала где все как-то пошло под откос но будем надеяться будем надеяться друзья что здесь в манчестер сити нашими новыми товарищами мы сможем пусть и не без труда но завоевать трофеи все те которые мы так хотим ой 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 это грубо это отложенная карточка пас на эрлинга холланда холланд фодан его мощные выстрелы гол вот такие вот фил фодан любит укладывать ребята и вот и наше трио нападение ну фодан красавец он буквально повторил гол холланда когда мы ему выкатывали это 1-0 хорошее начало 13 минутах быстрый гол забита это значит что все может дело дойти до разгрома поскольку когда наша команда забивает 1 очень сложно нас удержать и снова очень грубо это будет красная будет красная или нет арбита по-моему это тот же парень нарушил что и в самом начале встречи да давай до свидания это вторая желтая которая превращается в красную карточку но он как будто сегодня решил убить хантера на футбольном поле эрлинг холланд снова мы его пропихивали между двух ну а здесь мяч просто попадает в нас к сожалению остановить и повлиять на это я никак не мог а вот здесь здорово колон только не отдавай вот так решать нужно момент эрлинг холланд 2-0 мы выиграли и здорово что здесь холланд не стал делать передачу я думал сейчас искусственный интеллект что-то придумает я точно ничего не просил если бы он сделал эту передачу это была бы ошибка искусственного интеллекта ну а так ребята 2-0 эрлинг холланд первый гол в трех матчах лиги чемпиона подача в нашу штрафную неплохо здесь разыгрывает соперник скидка под удар не успели а вот сейчас здорово никакого офсайда нет а мы теперь на холланда перебрасываем вот здесь классно холланд играет на хантера хантер залетает штрафную вынимаю еще один я говорил что все может дойти до разгрома куча свободного пространства в атаке главное делать вот эти вот хорошие разрезающие передачи у фрэнки де йонга немножко не получилось на вес немного не сыграл ну а здесь холланд шикарно вырезал передачу за спину хантер на скорости выскочил из-за спины из 13 с половиной метров расстрелял дальний угол ворот генка 3-0 1 тайм вот что делает ребята забитый гол в самом начале ну кстати говоря вот первая желтая которая была на хантере она была то еще до забитого гола так что просто нервишки не выдержали у соперника но нельзя нельзя останавливаться нельзя ребята расслабляться у нас начался второй тайм он начинается сразу же с потери мяча соперником hunter и офсайд по да зинченко появился у генка а хантер пробивает ножницами но к сожалению он не забивает гол какой подарок эдерсон все же генк забивает но здесь повезло с рикошетом после подката пока нашей команде не очень везет вот эта вот игра в обороне которая играет не в плюсном а в минус ну вот здесь просто не повезло просто не повезло что в этом подкате не получилось выбить к баре выходит на поле еще одна подача в штрафную удар поворота мэдерсон забирает мяч в руки и еще один гол в воротах хантер отдает хорошую голевую передачу здорово обработал мяч успел проткнуть на холланда этот бахнул в дальний угол он уже готовился к удару он я не знаю если на кстати говоря еще замены можно как раз таки и и попросить если она есть долго уходил мяч за пределы поля но вот она замена им мы сегодня потрудились на славу матч так и закончился нашей победой 41 мы по-прежнему в четырех очках от челси они по-прежнему не проигрывают у нас игра против норвича которые мы должны по идее разносить у них на 18 очков меньше нашего но порой такие команды фифе могут показать что-то интересное погнали это домашняя игра у хантера м 7 голов лучший бомбардир премьер-лиги ну и вот казалось бы да что он прошел уже такой долгий путь я вот тут перестраивал немножко плейлисты на канале смотрел вообще по видео хантера и там действительно настоящая история и вспоминаешь просто какие-то невероятные моменты его карьеры вспоминаешь карен команды в которых он был это действительно что-то с чем-то нужно забить один голос за пределом штрафной достигнуть 60 процентов обводки и также 9 и 0 оценочка от нас ждут дальние удары пэбк бордиола хочет чтобы мы сегодня порадовали домашние трибуны хорошим дальним прицельным ударом хантер удар и пенальти ну пытался я пробить в дальний но здесь футболист норвич сити сказал что нет сегодня мяч не полетит но ему попало вообще вот получается в ближнюю руку которую он не доприжал до конца и хантер у нас на 11 метровом разбег удар точно по центру восьмой гол хантера пенальти забит но это не совсем то что от нас просили но здесь аккуратно все было сделано вратарь прыгнул в угол хантер пробил по центру было бы прикольно если бы они в карьере игрока добавляли побольше вот знаете вариантов удара например футболиста при пенальти то есть вот некоторые хотят я больше чем уверен пробить как бруно фернандеш вот с этим вот подпрыгом таким небольшим но здесь холланд нужно было на ход сразу отдавать штанга мяч попадает затылок голкиперу и он успевает забрать его в руки и снова хантер классно бьет в дальней но вратарь пока справляется двадцать две минуты позади хантер вышел из штрафной удар в дальней и голкипер будто перчаточку отстегнул кинул ее в сторонку и она смогла отразить этот мяч немножко дриблинга хантер слева и вот отсюда не вышла еще одна попытка и снова вратарь сколько ударов нанес хантер и разозлен просто пеп гвардиола потому что он хочет увидеть голы он хочет увидеть голы из-за пределов и снова он дотянулся да что за человек паук там на воротах он умоляет оборону уже сыграть не давать хантеру бить фил фодом пенальти норвич сегодня решил просто подарить нам видимо эту игру чтобы мы забивали с пенальти хантер берет разбег бьет поворотом и снова забивает гол но если мы каждые 10 минут будем зарабатывать пенальти я думаю концовке этой встречи счет может быть очень неприлично большим ну и снова вратарь прыгает в тот угол и не угадывает мне вот интересно если будет 3 пенальти и я пробью в угол куда он постоянно падает он тоже туда завалится это интересно но будет ли 3 пенальти дальний удар по воротам но эдерсон в порядке он не заснул ребята на воротах он готов готов к таким ударам еще момент и снова эдерсон в порядке концовка первого тайма за норвичем но забить они пока никак не могут классная передача на ход хантеру хантер почти прокинул на холланда но мяч застрял в ногах защиты тем не менее продолжается атака хантер удары за пределы вратарь снова успевает ну как как ты это делаешь я уже думал не успеет упасть но нет не этот паренек довольно шустрый подача в штрафную холланд ну вот так вот огорчили гол кипера с ростом эрлинга холланда и его умением играть головой если мяч ему здорово доставить то все будет именно так это ребята 3-0 защитник то был близок к тому чтобы отбить мяч но не получилось какой перевод на хантера он грудью мяч себе прокинул а тут второй защитник неплохой база за спину а что дальше а дальше передача в центр и успели не успели защитники френкедеонг ошибся чуть поддавил норвич не можем никак пока выйти из обороны ну же хантер удар в дальний этот парень снова тащит опасно зато вот здесь у норвича классно залетело здорово ворвались штрафную и эдерсон забивает эдерсону это 3-1 классно ушли здесь от защиты ну и хороший такой обводящий удар в дальний угол и еще одна атака еще один удар эдерсон вытаскивает ну к концовочке неплохо да и вообще во втором тайме мне кажется норвич хорошо смотрелись просто два вот этих пенальти в первом тайме ну и все это ребята победа это 3 очка засчитали на автогол защитника а не на гол Холланда что очень странно мне кажется там именно было как раз таки направление мяча от нашего нападающего а защитник просто читал мяч ну что есть то есть надеюсь выпуск вам понравился поддержите его лайком пишите комментарии подписывайтесь на канал ну а с вами был Локи всем спасибо всем пока 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 не